Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Eton TV, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. В Норвегии только что завершились крупнейшие после окончания Холодной войны учения стран НАТО. В переводе на русский язык эти учения назывались «Единый трезубец». Они длились почти две недели. В маневрах участвовали 50 тысяч военных из 30 стран, сотни единиц воздушной техники, кораблей и бронемашин. А с нами на связи из России политолог, журналист, независимые газеты Андрей Сиренко. Андрей, рад вас приветствовать. Добрый день! Александр, добрый день. Рад вас слышать. Взаимно. Андрей, я знаю просто для начала, для разминки, что достаточно много российских журналистов приглашали на эти маневры, на эти учения в качестве наблюдателей, в качестве, я не знаю, людей, которые опишут их. Вас приглашали тоже? Тоже приглашали. Единственное условие было, которое отдел общественной дипломатии НАТО предъявлял. В этом случае только хорошее знание английского языка. Потому что это стандартное требование, которое НАТО предлагает всем работникам медиаструктур, который приезжает на какие-либо крупные учения, в которых нет недоступной услуги переводчика, скажем так. Поэтому приглашение было всем. Я, к сожалению, слаб в английском языке, поэтому на самом деле был вынужден пропустить это замечательное событие, хотя с интересом за ним следил. И в том числе с помощью моих коллег-журналистов, которых было там немало. Из России, скажем так, сотрудников газет, российских телекомпаний. Там было предостаточно. В общем, все, кто хотел, все на эти учения попали. И НАТОвские службы, пресс-службы НАТО никаких препятствий в этом не чинило. Андрей, теперь непосредственно об этих учениях. В официальных релизах указывается, что войска НАТО отрабатывали отражение атаки вымышленного агрессора на одну из стран-союзниц. Москва, естественно, на это заявляла, что это направлено против России, все эти учения. Разумеется, генеральный секретарь НАТО, господин Столтенберг, отверг эти обвинения. Все понятно. Вот в этой ситуации, на ваш взгляд, кто из них в большей степени лукавит? Москва или Брюссель? Я думаю, в этой позиции, правда, скажем так, есть, наверное, у всех сторон. Потому что российская страна всегда традиционно рассматривает любую активность НАТО, как настроенную враждебно по отношению к России. Но это уже такой стандартный оценка. В общем-то, она никакой новизной не отличается. Поэтому завтра будут запускать НАТОвские солдаты, не знаю, бумажных змеев у границ с Россией. Российская страна все равно скажет, что это угроза российской национальной безопасности. Просто это уже, скажем так, привычные заявления, которые, в общем, другого мы и не услышим. Что касается НАТОвской позиции, то, конечно, я думаю, что, хотя Йенс Толтенберг это очень деликатный человек, очень дипломатичный человек. И, конечно же, он там не будет говорить о том, что эти учения были продиктованы, или стали реакцией на... Вернее, что они являются, значит, собой некий сценарий отражения возможной угрозы со стороны России. Но понятно, что эти учения произошли в важен контекст, в котором они происходят. Понятно, что есть озабоченность особенностями российской внешней политики и действиями российских сил на востоке Украины, в Крыму и так далее. И поэтому, на самом деле, есть озабоченность там среди политиков, которые входят в Североатлантический альянс. Поэтому, безусловно, эти учения, они, конечно же, являются реакцией на российское поведение. В то же время, я думаю, что, на самом деле, вот в основе своей эти учения, они... Да, вы правы, что подчеркнули, что они, на самом деле, самые крупные за послед... В общем-то, в 21 веке, на самом деле, самые крупные учения НАТО. Да-да. С 90-х годов они такого... С 90-го года такого масштаба учений не проводились. То есть, в 21 веке это самые крупные учения Североатлантического альянса. И понятно, что они в значительной степени носят, скажем так, вернее, они последуют несколько целей. В том числе, одна из целей, скажем так, психологическая, это демонстрация готовности, демонстрация своим союзникам, членам альянса, готовности НАТО защищать их от любых угроз. Да, то есть, в данном случае, мало говорить там, что вот мы там придерживаемся принципа коллективной безопасности. Есть пятая статья Вашингтонского договора, в соответствии с которым НАТО... Нападение на одну страну НАТО считается как нападение на весь альянс. Мало только слов и только заверений, да. Необходимо было продемонстрировать на протяжении последних нескольких лет такое требование, я думаю, звучало со стороны ряда восточноевропейских членов НАТО, чтобы все-таки показать какие-то возможности этого блока. А у блока этого есть серьезные возможности. Поэтому, на самом деле, я думаю, что эти учения проводились не только ради России, сколько ради самих стран-участниц этого альянса. В первую очередь, на самом деле, мне кажется, восточноевропейских его членов. Потому что именно оттуда слышатся, как правило, наиболее сильные голоса насчет озабоченности позиций России раз. А с другой стороны, возникает сомнение в том, что в трудный момент члены коалиции из Западной Европы и Соединенных Штатов придут на помощь. Но эти учения показали, что, в принципе, подобного рода технологии, такой экстренной помощи военной для стран, расположенных на востоке Европы, или на севере Европы, они возможны, уместны и достаточно эффективны. Андрей, а вот если продолжить наше изыскание по поводу вымышленного агрессора, то можно ли найти подсказку в этом исследовании в недавних словах президента Франции, господина Макрона, который в эфире радио Европа-1 буквально позавчера об этом сказал, у нас сегодня 8 число мы записываем, а он сказал, что это 6-го, я его цитирую, «Европе необходима собственная армия, чтобы защитить себя от России, Китая и даже от Соединенных Штатов». Что он курил? Французский президент живет в свободной стране, может говорить все, что угодно, все, что Бог на душу положит, поэтому, на самом деле, это, конечно, круто, защита от Соединенных Штатов, на самом деле, тут, нет, это торжество французской логики, поэтому я думаю, что здесь митировать сложно что-либо, особенно, вот, его, здесь сразу несколько пассажей в этом выдающемся спиче, конечно, и, в первую очередь, как бы акцент на Европе, то есть, НАТО, все-таки, это структура не европейская, это евроатлантическая структура, она подразумевает, как раз, использование и координацию, скажем так, усилий различных оборонных возможностей, различных входящих стран, входящих в альянс, и, в первую очередь, Соединенных Штатов, ведь, на самом деле, вот эти учения, которые прошли в Норвегии, да, у них много было измерений, далеко не обо всех, мои друзья из российских СМИ написали, там, есть весьма интересные, значит, сюжеты, связанные с этими учениями, вот, одно из них, из этих важнейших измерений, это учения, на мой взгляд, собственно говоря, об этом и говорили военные, в ходе, вот, в октябрьской встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, на которую я имел удовольствие присутствовать, в принципе, одна из главных, у этих учений было много задач, скажем так, в том числе, военно-технического, военно-технологического плана, в первую очередь, политика, интерпретация, это уже, там, затея журналистов, экспертов, дипломатов и так далее, а военные отрабатывали достаточно конкретные задачи, да, и, собственно говоря, на то, они и военные учения, поэтому, там, одно из важных измерений их учения, это отработка возможностей и логистики, и скорости переброски американских войск из Соединенных Штатов через Атлантический океан в Северную Европу, в Северо-Восточную Европу, потому что мы все понимаем, да, что Соединенные Штаты, да, ключевой участник Североатлантического альянса, американская военная мощь является основой натовской мощи, и поэтому, вот, понятно, что без американских подкреплений, значит, скажем так, силы НАТО, они в любом, в любом, на любом театре военных действий, они будут, скажем так, не вполне полноценны, и поэтому, вот, это необходимо, и, собственно говоря, и страны Восточной Европы, и Польша, и Прибалтика, они всегда, то есть, те государства, которые традиционно озабочены, скажем так, российским поведением, они всегда и делали основной акцент именно на возможность американской помощи в трудную минуту, и, собственно говоря, вот, в ходе этих учений подобного рода переброска и отрабатывалась, то есть, вот это, главное, это не столько были бои на территории Норвегии, да, там, одного из этих районов, в этих фьордах, да, то есть, все-таки, более серьезная задача была, это отработка возможности, кстати, не единственная, но одна из самых главных, переброска больших, значительных военных сил, бронетехники, личного состава через Атлантический океан, но тем более мы знаем, да, что на протяжении последних лет, когда многие военные эксперты на Западе выражали озабоченность, наверное, обоснованную тем, что Российская Федерация сделала акцент, ну, потеряв, скажем так, потенциал в океанском флоте, она сделала акцент на реанимацию атомных подводных лодок, которые, в принципе, в такой ситуации могут перерезать коммуникации в Атлантике и, скажем там, попытаться не допустить перемещения американских войск из Соединенных Штатов на территорию Европы, то вот как раз-то вот подобного рода учений должны были показать, что, в принципе, уязвимость этих коммуникаций, выявить уровень уязвимости этих коммуникаций, и, наверное, там сделать из этого определенные выводы, потому что все-таки НАТО, исходя из того, что НАТО это военно-политический альянс, он прежде военный, а потом военно-политический, да, и поэтому он, конечно, должен в технологическом плане работать безупречно, собственно говоря, как и с другими альянсами в том числе. Российский проект, связанный с ОДКБ, я думаю, конечно, по масштабу-то более скромный, но те многочисленные учения, которые Россия в рамках ОДКБ проводит, отрабатывает взаимодействие с союзниками, но по большому счету носит тот же самый эффект, имеет ту же самую цель – отработка военной кооперации при решении каких-то боевых конкретных задач. Ну, в случае ОДКБ это более локальный уровень, там, защита приграничных территорий СНГ, которые находятся недалеко от Афганской границы. У НАТО, конечно, задача помощнее, побольше, тем более, что НАТОвцы на протяжении последних 20 лет никаких крупных учений в северо-восточной Европе не проводили. Традиционная активность НАТОв на протяжении последних почти 20 лет сосредоточена на южных рубежах. Андрей, как раз об этом у меня к вам и вопрос. Почему они решили? По этой ли причине они решили провести учения именно в Норвегии? В Норвегии всего 200 километров границы с Россией. Неужели они считают именно вот этот участок самым уязвимым для себя? Да нет же, конечно. Я еще раз уверен, что здесь несколько измерений было этих учений. Вы говорите сейчас опять о норвежских учениях. Я скажу вам, что учения начались еще в августе. То есть, если мы начинаем с момента переброски первого солдата в зону проведения учений, эта переброска началась в августе. И закончится, кстати, вывод войск, принимавших участие в этих боевых маневрах, он только к Рождеству. То есть, сегодня, пока мы с вами говорим, и формальные учения завершились, а на самом деле вывод войск, принимавших в них участие, только еще идет. Это раз. А во-вторых, сейчас проходят командно-штабные учения, так называемые. То есть, собственно говоря, было двое учений, скажем так. Внутри этих маневров было, можно сказать, двое учений. Первое, это то, что мы наблюдали все по телевизору, либо в интернете, связанные с маневрами в Норвегии. А второе, еще более значимое, на самом деле, измерение, на мой взгляд, этих учений. Это отработка, скажем так, отработка или тестирование, скажем так, правильно, Центра военного управления НАТО в Неаполе. Ведь именно вот в этом замечательном южном итальянском городе и находились те самые командные центры, которые управляли учениями в Норвегии. Прикиньте расстояние от Неаполя до Норвегии. И это тоже была цель этих учений, показать, насколько протестировать, насколько Центр управления операциями в Неаполе может решать такого рода задачи, обеспечивая практически глобальную логистику переброски силы Соединенных Штатов в Европу, затем их включение в боевые учения, в учение боевых частей в Норвегии. И затем после этого, в рамках вот этих командно-штабных учений, в том числе вот в центре в Неаполе, там проводятся, скажем так, учения, связанные с кибербезопасностью. Об этом пока мало пишут, об этом мало говорят, хотя, может быть, потому что это слишком скучно для обывателя. Гораздо интереснее видеть, как там ездят танки и прыгают десантники. А на самом деле вот военные представители НАТО, которые вот объясняли в начале октября суть учений вот этих единого трезубца, они говорили о том, что о важности как раз именно вот этого, в том числе второго, скажем так, этапа, или второго уровня этих учений, это вот учения в сфере кибербезопасности, кибербороны, которые как раз тоже являются элементом тестирования эффективности работы центра управления НАТО в Неаполе. Поэтому это вот не менее интересная вещь в этих учениях, и она тоже очень важна, тем более, что этот центр, насколько я знаю, он принимал участие и в операции против исламского государства на Ближнем Востоке. Так что поэтому НАТО с помощью этих учений решает очень много важных технических задач, и отнюдь они не ориентированы на нанесение вреда России или демонстрацию каких-то угроз. Люди решают вполне конкретные технические военные задачи. Эти учения в НАТО называли, постоянно это подчеркивали, что это оборонительные учения. Какие факты свидетельствуют о том, что это были именно оборонительные учения? Ведь переброска большой группы людей, это может быть и наступательной операцией. Как говорится, каждый может думать о меру своей испорченности. Ну да. Во-первых, сам сценарий учений в Норвегии предполагал отражение высадки неких так называемых людей в черном, которые попытались захватить определенный район. И, соответственно, высадка десанта, высадка спецназа бойцов, действия авиации, они носили именно оборонительный характер, то есть они отражали уже совершившуюся атаку вот этого условного противника, людей в черном так называемых, которые попытались захватить плацдарм на территории Норвегии. То есть действия главных сил НАТО, которые в этом участвовали, они носили оборонительный характер, то есть они пытались сбросить этот десант в море. И второй момент, переброска этих сил, которые происходили через океан, они должны были показать, что, в принципе, вот эти достаточно малочисленные европейские вооруженные силы, о чем мы говорим, когда мы рассуждаем, это не великодержавный русский шовинизм, это просто на самом деле констатация реальности. Но очевидно, что армии прибалтийских государств или Норвегии, ну, они вряд ли выстоят хотя бы там несколько часов в случае, если, например, российские войска окажутся на их территории. Это понятно, что это несопоставимые параметры. Плюс сами эксперты НАТО признают, что те их вооруженные группы или там подразделения армейские, которые размещены в непосредственной близости от российских границ, ну, как бы в рамках национальных армейских подразделений, они, конечно, значительно уступают российским вооруженным силам, которые стоят там, условно говоря, через границу. И понятно, что вот в этой комбинации, скажем так, вот такая вот геополитика на востоке Европы, она предполагает необходимость переброски больших резервов, в первую очередь из Запада Европы и Соединенных Штатов, для того, чтобы можно было усилить вот этот восточный фланг. Ну, как говорится, на всякий случай. Что, собственно говоря, кстати, делает и Российская Федерация, периодически устраивая учения вроде Запад либо Восток и перебрасывая сотни тысяч, сотни тысяч военнослужащих и бронетехнику из разных концов страны. У нас страна большая, Российская Федерация, границы у нее обширные, поэтому необходимость переброски этих сил нам тоже здесь очевидна. Переброска больших сил по воздуху или иным способом из одного конца страны или там из одного конца мира в другой не обязательно является признаком подготовки к агрессии. Я думаю, что российские вот эти переброски, они тоже носят оборонительный характер, в данном случае, не только на Западе, меня больше интересует даже учение Восток, поскольку они там явно нацелены. При сохранении, на самом деле, антинатовской риторики, очевидно, что они преследуют цель как раз сдерживания амбиции Китая в регионе, в Востоке России. И поэтому в данном случае вот эта вот операция по отработке переброски Соединенных Штатов больших каких-то армейских масс и бронетехники, я не думаю, что это является проявлением агрессии или нет. Это техническая, военная техническая операция, которая просто обязана выполнять Североатлантический альянс, как если это ответственная организация, она все-таки должна выполнять свои уставные задачи. И задача гарантировать безопасность своих членов. Понятно. Вот мой последний вопрос практически об этом. Иллюстрируя так называемую многонациональность этих учений, глава НАТО, господин Столтенберг, рассказал в одном из интервью, я его цитирую, «Немецкие танки были доставлены в Норвегию на датском корабле, затем их проверили норвежские специалисты, заправили бельгийцы, погрузкой на поезда и автомобильные трейлеры занимались голландцы и поляки под руководством американцев, а организацией доставки занимались болгары». Вот что-то известно об успешности такого рода кооперации. Говорят об этом или ничего не говорят? Ну, официально пока итоги учений, насколько я знаю, не подведены. То есть, как бы представители военного командования или политического руководства НАТО, они еще с заявлениями насчет итогов учений не выступали. Я думаю, что это связано с тем, что пока еще не завершен командно-штабной этап этих учений, связанных с управлением боевыми операциями в Неаполе. И поэтому, скажем так, по итогам всего этого и будут, наверное, сделаны заявления. Ну, я думаю, что на самом деле, ну, мне кажется, в Москве, скорее, завидуют такого рода кооперации, потому что мы бы тоже хотели, чтобы у нас были эффективные, сильные союзники, надежные союзники, не знаю, из Армении, из Азербайджана, из Казахстана, Белоруссии и так далее. Россия, к сожалению, пока может только завидовать НАТО в том, что у них это получается сейчас. И то, что НАТОвцы смогли вот такого рода учения провести, конечно, там очень важная составляющая, это, еще раз повторюсь, не внешняя, не демонстрация угрозы России, а вот как раз укрепление этой самой евроатлантической солидарности, когда каждая из стран, входящих в этот альянс, чувствует, что у нее есть надежный союзник, который ее не бросит в трудную минуту. Это важное чувство. Я думаю, что мы в России можем только позавидовать этому, потому что у нас, к сожалению, все, как при Александре Третьем, из всех надежных союзников только армия и флот. Это, конечно, в 21 веке очень сомнительная добродетель. Поэтому я думаю, что, конечно, в значительной степени критические отзывы российских пропагандистов в адрес НАТО в этих учениях, они скорее продиктованы хорошо скрываемой завистью. Потому что мы тоже хотели, чтобы у нас было много союзников, чтобы мы тоже могли чувствовать себя не в одиночке. Но мы в Израиле услышали ваши слова. Спасибо, Андрей. Спасибо за очень качественный анализ прошедших учений. Спасибо, всего самого доброго и до новых встреч. До свидания. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok